ДИАЛОГ С КАНДИДАТОМ Первый вопрос. Сейчас наши телезрители очень часто слышат слова о том, что необходимо голосовать за КПРФ. Не могли бы вы подробно рассказать, почему это стоит делать? Почему только КПРФ? Почему именно за КПРФ? На сегодняшний день это единственная политическая партия, которая имеет научно обоснованную программу выхода страны, нашей любимой России, из кризиса. Эта программа разработана не только коммунистами, но и профессионалами-управленцами, экономистами. И она является действительно программой развития России. Это первое. Второе. Под эту программу, под выполнение этой программы, фракции КПРФ в Государственной Думе разработаны практически все законопроекты. И третье. КПРФ обладает необходимыми кадрами для создания правительства народного доверия. Безусловно, в нем будут не только коммунисты, но прежде всего профессионалы, люди, которые способны управлять крупными организациями, отраслями и так далее. Поэтому мы готовы поднять страну нашу с колен, как говорят, и вывести ее на путь развития. Единая Россия, наш основной оппонент, даже за месяц до выборов программы никакой не имеет. Наша партия такой программой обладает. И обладает всем необходимым для ее выполнения. Сможете поподробнее сказать, что включено в эту программу? В эту программу включено и проходит красной нитью прежде всего покончить с элементами колониальной зависимости России от западного капитала. В настоящее время наша финансовая система нам не принадлежит. Она подчинена доллару. Разве для этого мы выиграли войну, чтобы зависеть от доллара? Даже наш центральный банк не подчиняется президенту страны. Большая часть экономики нашей промышленности, прежде всего, находится в руках иностранного капитала от 70 до 90%. Большая часть торговых сетей принадлежит иностранцам. Вот с этими элементами колониальной зависимости России от западного капитала мы и намерены покончить, выполняя эту программу. Программа включает в себя 10 шагов к власти народа. Ну, первым шагом, безусловно, является национализация природных ресурсов. Задача вернуть богатство России. Мы самая богатая страна в мире. Вернуть богатство России народу. Стратегические отрасли экономики и финансовую систему вернуть государству. Это первый шаг. Второй шаг – это индустриализация страны 21 века. В чем она заключается? Безусловно, на основе последних научных разработок восстановить или построить новые заводы, фабрики, прежде всего, на основе высоких технологий. Создать, наконец, о которых и президент наш говорил, 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест с достойной зарплатой, которые будут развивать Россию. Третий шаг – обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. Повернуться лицом к сельскому хозяйству. Обеспечить народу продовольствие высокого качества, экологически чистое. Четвертым шагом нашей программы является направление наших финансов на развитие экономики. Вот смотрите, что происходит. Сбербанк или Сбер, как его сейчас называют, уже до того устал от той прибыли, которая у нас есть, что открывает Сбер-мегамаркеты и продает подгузники и корм для животных. Разве это дело банковской системы? Банковская система должна работать на развитие страны. Пятым шагом, безусловно, является модернизация налоговой системы. У нас сейчас одинаковый, по сути, налог платит и миллиардер, и старушка, которая на пенсии. Безусловно, необходимо вести прогрессивную шкалу налогообложения. Богатые должны платить больше. Мы покончим с таким налогом, как налог на добавленную стоимость. Следующим шагом нашей программы является влияние государства на ценообразование. Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства не должны превышать 10% общего дохода семьи. Следующим шагом нашей программы является то, что народ должен обладать властью. У нас в Конституции записано, что единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. Так давайте это конституционное право вернем народу. Должны быть выбираться и сенаторы наши, Совет Федерации, и муниципальные органы власти, они сейчас назначаются определенным количеством депутатов, полностью зависят от власти. И судьи наши должны выбираться народом. Народ должен получить наконец свое конституционное право обладать властью в стране. Ну и конечно следующий шаг. Значит центром политики, внутренней политики государства должен быть человек. Мы должны наконец создать социально ориентированное государство с тем, чтобы народу жилось лучше. Нас седьмой год подряд снижается уровень жизни народа. Мы должны вернуть Россию на путь развития. Мы должны вернуть наше качественное советское образование. Наш депутат Олег Николаевич Смолин разработал прекрасный закон образования для всех. Мы безусловно примем этот закон, по которому молодой человек получает полное право бесплатно получить высшее образование. Более того, первое рабочее место по специальности. Мы должны вернуть бесплатную медицину. Мы должны развивать нашу науку, нашу культуру. Так вот, мы предлагаем, и в программе об этом четко и ясно сказано, не менее 30% бюджета направлять на образование, здравоохранение, науку и культуру. Девятый шаг, безусловно, наиболее близок к мне, это сильная Россия, безопасная страна. Я скажу, у нас не все хорошо в настоящее время с вооруженными силами. Армию нужно восстанавливать до того уровня, когда она будет способна отразить и воздушно-космическое нападение. Для этого должен быть отдельный вид вооруженных сил, войска воздушно-космической обороны. У нас должны быть мощные сухопутные войска и силы флота для того, чтобы надежно прикрыть государственную границу. И мы сделаем все, чтобы наши вооруженные силы были способны обеспечить безопасность нашей страны. Ну и последний пункт, это наша великая культура. Мы должны знать, дети наши должны знать прекрасно нашу великую историю. Не только историю Великой Отечественной войны, но вообще историю России. Вот основное то, что есть в программе нашей, 10 шагов к власти народа. Безусловно, мы их выполним, потому что под эту программу разработаны все законопроекты. И есть возможность, есть кадры создать правительство народного доверия, которое осуществит выполнение этой программы, этих законов. Что ж, Виктор Иванович, после вашего подробного рассказа действительно создается впечатление, что КПРФ готова вывести страну из кризиса. Но накануне выборов все чаще слышится мнение о том, что уже все решено, и некоторые люди разочарованы в институте выборов. Не могли бы вы сказать, почему следует на них прийти? К сожалению, люди действительно разочарованы. Я вот и здесь, в Омске и в Кюменской области хорошо вижу, что это действительно так. Но наша с вами задача достучаться до людей и объяснить, что неявка на выборы приводит к тому, что возможность их фальсификации, ну, можно сказать, абсолютная возможность. Когда 15-20% избирателей приходят на выборы, и в распоряжении власти находится 80-85% бюллетней, совершенно свободных, их можно заполнять как угодно. Тот, кто не приходит на выборы, автоматически голосует за Единую Россию. Если 70% избирателей придет на выборы, более 70%, сфальсифицировать их будет невозможно. Вбрасывать будет нечего. Фальсификации безусловно будут. На это нацелено, все нацелено. Ну, вот эти даже 10 тысяч, которые будут платить школьникам и пенсионерам, разве это не подкуп избирателей? Разве это не нарушение закона, если уж так? Если уж так, как это, перед самыми выборами, вот так 10 тысяч. А потом, 5 лет нужно ждать до следующего выплат школьникам и пенсионерам. Поэтому нужно прийти на выборы раз, проголосовать два, сохранить результаты. Сейчас стало легче это сделать, исходя из того, что наблюдателями могут стать не только члены партии, но и любой гражданин России, который об этом заявит, напишет заявление, вот и получит направление и будет наблюдателем. Если он заинтересован, чтобы результаты сохранились. Как вы знаете, выборы будут идти в течение трех дней. Скажите, пожалуйста, какого числа, в какой по счету день избирателям лучше всего явиться на избирательный участок? Конечно, три дня голосования это лазейка для фальсификации. Безусловно, лазейка для фальсификации. Нужно приходить на выборы в третий день. Прийти на выборы, забрать свой бюллетень, проголосовать. Я хочу сказать еще раз, что уже на первых пленарных заседаниях, путем принятия вот этих законопроектов, уже разработанных, можно в корне изменить ситуацию. Бюджет увеличить более чем в два раза. Только принятием необходимых законов. Капитал прекратить, вывозить, оставить в стране. И мы с вами выйдем на путь развития. Нам нужна та власть, которая бы направила Россию на путь развития. На благо народу. И самое главное, чтобы в сильной, могучей, развивающейся стране жили наши дети, внуки и правнуки. Вот главная задача. Некоторые высокопоставленные демократы говорят, а три класса бесплатного образования их хватит. Хватит три класса, да? А остальное зачем? Есть деньги, пусть у часа нет, значит нет. Но такое же положение было записано и в гитлеровском плане ОСТ. Восток по отношению к территориям оккупированных фашистами. Они тоже считали, что только начальное образование. Вот этот раб должен уметь читать, писать и считать там, достать. И знать, кто в них фюрер. А больше не надо. И вот так, вот такую судьбу нам готовят. Да я думаю, что мы русские не должны на это согласиться. Ни в коей мере. Вот в принципе, что я хотел сегодня сказать. Приходите обязательно на выборы. Выполните свой конституционный долг. И мы, еще раз говорю, будем жить в совершенно другой развивающейся, сильной и мунгучей стране. Ну что ж, Виктор Иванович, спасибо вам большое за беседу. А я напоминаю, в эфире была программа «Диалог с кандидатом». И в гостях у нас был кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от КПРФ, председатель общероссийского движения в поддержку армии, обороны промышленности и военной науки Виктор Соболев. Увидимся на нашем телеканале. Всего доброго и до встречи. Уважаемые жители Омска и Омской области, большое спасибо вам, что выслушали. И надеюсь, значит, вы вместе со мной придете на выборы и осуществите нашу мечту в развитии нашей великой Родины России. Субтитры создавал DimaTorzok